Я вам вчера забыла показать, как выглядит в итоге мое готовое блюдо. Это мясо с картошкой, с луком и с морковкой. Я должна была запечь просто кусок мяса, но мне не захотелось из-за одного куска мяса просто духовку так час прогонять. Я думаю, я туда положу все, что у меня есть из овощей, чтобы блюдо было более полноценное. Это Руслан себе на обед просто подогрел. Я ему есть не даю, говорю, подожди, я еще не сняла. Да, Руслан? Вот, смотрите, вкуснятина получилась вообще за счет того, что овощи томились в соку от мяса. Понимаете? И за счет этого даже морковка вкусная, вот эта молодая. Я, видите, сняла постельное белье у Милены. Она ушла, а я провожу собеседование, здесь сижу. Окно открыто, потому что, ну, вообще, у нас вот так вот с этим сквозняком все проходит, потому что, ну, знаете, да, погода и какая сейчас жара. Вон, а мне уже тут сообщение приходит, всякие уведомления, вон. Так что буду работать. Так, ребята, поступило два вопроса относительно пана Ярослава. Первый вопрос был утром, да, он делся, потому что он не пишет комментарий. Вы, может быть, думаете, что я его забанила. На самом деле это не так. Мы с ним в контакте только по телефону, потому что он сейчас находится в больнице. Он очень плохо себя чувствует. И вот, когда мы с ним там виделись пару недель назад, не, недели три назад, мы хотели в музей сходить. Вот, у него очень сильно болела нога, еще у него проблемы с сердцем, поэтому он сейчас находится в больнице. Он мне сказал, как называется больница в случае чего. Ему будут делать операцию, и комментарии писать ему сейчас трудно. И поэтому спасибо, кто написал, что подумал о том, что он, может быть, плохо себя чувствует. Да, так и есть. Вот, и второй вопрос был о том, кем он нам приходится. Он обыкновенный зритель нашего канала был, с которым мы познакомились и подружились. Вот, в принципе, наверное, ответ на вопрос. Наша жира все так же и продолжается. Просто невыносимый. Руфлан пошел в магазин, нужно купить пасту для полироля. Фар там и так далее. Ну, вообще для полировки машины. Я его сижу, жду, он меня поставил в тенек. Что, нету? Больше 100 злоток она стоит, а она сказала, что в танчах прийти через неделю. У них все время, вот нельзя ничего купить. У них все через неделю, через две приходит. Да. И, в общем, мы собираемся ехать сейчас опять на зеленку. 33 градуса в тени. Спасаться можно только у воды. Потому что дома просто нечем дышать. Сидимся позже. Еще хотела ответить на вопрос. Часто спрашиваются, как там наши друзья. Мы их называем англичане. У них все хорошо. Они живут в доме с попечителем. Ну, так это называется. То есть у них приглашения и визы были от попечителя. Им оплатили билеты туда. Они живут... Дом, получается, двухэтажный. Комната есть у них, комната есть у детей, есть общая у них гостиная, где они вместе с хозяйкой дома там обедают, ужинают, там завтракают и так далее. У них... Им дали какие-то листы, где были написаны вот по шагу, во что они там должны делать для адаптации. Пока работы нету, они еще там на других немножко этапах находятся, изучают информацию, адаптируются, говорят, потому что Англия, конечно, очень отличается. Во-первых, продуктами, во-вторых, ценами, и в-третьих, все далеко находится, потому что люди, ну, чтобы там жить, нужно просто иметь свой автомобиль. Поскольку они живут там, в индоцентре идти города где-то 20 минут в среднем. Ну, и также где-то вот в садик они детей тоже водят. Так что потихоньку они там обживаются, но сегодня я разговаривала, и Наташа сказала, что я, говорит, скучаю за Польшей. И у них есть план Б, я ей сказала сразу, Наташа, нужно иметь всегда план Б, чтобы с планом А было никогда не страшно. Вот у них план Б – это Польша. Она говорит, я рада, что у меня есть ты, что ты меня поддерживаешь во всех решениях. И мы как раз с Русланом сегодня разговаривали на эту тему, что важно человеку не советовать, как ему принять решение, а важно человека поддержать даже в том решении, с которым ты не согласен. Это будет намного полезнее для человека, нежели ему советовать, как ему надо жить, что ему надо делать. В общем, мы вернулись с зеленки, и, знаете, на улице как-то так темно стало. Мне кажется, что будет все-таки дождь. А мы идем с Миленой куда? Куда мы идем? В парикмахерскую. Идем Милену записывать в парикмахерскую. Она хочет подстричь волосы как? Вот так. Ну хорошо, я вообще не возражаю, мне все равно. Любящая, Надя. Любящая. Как тебе красиво. Тебе нравится? Да. Очень красиво. Она так долго их подравнивала. Ну, очень красиво. Мне нравится. А если сзади сделать? Вообще, как красиво. Супер. Так, вот консервированные сосиски. Пожалуйста. Вот такая банка. Такая банка. Такая банка. Вот такая. Вот тоже. Вот тоже. В металлической банке. Сейчас, сейчас, сейчас. Разные. И вот еще, в металлической банке. Вот. Вот тут набираются разные вкусы. А вот тут разные вкусы набираются. Вот, вот это шоколадное мы набрали. И вот теперь... where are you gonna press the buttons this time? Сейчас, сейчас, сейчас. Мама, это печень? Да, надо майно. Зачес。 Лардж. Лардж. Милк & shake. Субтитры сделал DimaTorzok